Всем привет! Я Илья Афанасьев, профессиональный фотограф со стажем 10 лет. Я участник больше 20 выставок по всему миру от Парижа до Нью-Йорка. Я автор, организатор и участник более 30 путешествий и творческих проектов. Я создатель наиболее эмоциональных бизнес-портретов и наиболее ярких фоторепортажей в Казахстане. Сегодня я расскажу вам про проект «Покажу тебе свой город». Когда к 2016 году мы вместе с командой «Фотосафари» объездили весь Казахстан, сфотографировали практически все природные памятники Средней Азии, я понял, что я не хочу ничем заниматься, кроме как фотографии. Но для этого мне нужно было вернуться в город и открыть бизнес непосредственно в городе. Для этого мне понадобилось организовать творческий проект. Я подумал, что же такого интересного и яркого могу снять в городе. Ведь до этого у меня был имидж пейзажного фотографа, а после удачных съемок в городе я бы мог заявить себя как универсальный фотограф. Также мне важно было наработать навыки по съемке людей. Сегодня я буду рассказывать про проект «Я покажу тебе свой город Туркестан», который состоялся в 2020 году. В нем участвовало более 50 человек. Это модели, студенты, волонтеры, фотографы, видеографы и блогеры. А тогда, в 2016 году, мне нужно было снять хоть какой-то проект, достаточно интересный, чтобы привлечь внимание потенциальных партнеров и спонсоров. Я выбрал модель, мы продумали луки, я запланировал провокации и мы вдвоем просто прогулялись по весеннему Алматы. Это был апрель 2016 года. Так появилась пилотная серия проекта «Я покажу тебе свой город». Она получилась достаточно интересной и яркой. Ее сразу согласились опубликовать три интернет-площадки Vox Populi, Nur KZ и Gonzo KZ. Текст для публикации подготовила моя хорошая знакомая Тинка Кретаро. Мы вместе с ней путешествовали с фото Safari KZ. Она проинтервировала модель и написала яркий текст. Таким образом, мы смогли продемонстрировать полученные результаты потенциальным партнерам. Я получил согласие на поддержку от авиакомпании SCAT и от моих партнеров в городе Астана. В Астане меня поддержала студия 40A Елены Сорокины. Я очень благодарен Елене за то, что она полностью подготовила эту съемку. Она нашла моделей, она договорилась по поводу луков с дизайнерской студией 12. Локации в Астане, к этому времени я уже хорошо представлял себе, так как вместе с командой фото Safari KZ мы снимали Астану для Казахстан-экспо. Перед съемкой мы провели в студии 40A мастер-класс для фотографов. Это позволило нам получить еще нескольких фотографов в наш проект. Вопрос с транспортом также был решен достаточно легко. Съемка в Астане получилась яркой и интересной, и все те же три площадки опубликовали наш материал. Также этот проект и еще два следующих были опубликованы в бортовом журнале авиакомпании SCAT. Следующий город, который был нами выбран, это Актау. Нас поддержали магазин Манго и модельное агентство Андрос, а также студия Bayram Photo. И опять у нас были крутые луки, великолепные модели и фотографы, вдохновленные мастер-классом. Но к этому прибавились великолепные пляжи и специфика прибрежного города. Я покажу тебе свой город Актау, стал визитной карточкой нашего проекта. Мы получили самые красивые фотографии именно в этом городе. И еще раз я хочу поблагодарить Тинку Кретова за интервью и за великолепные тексты для публикации 2016 года. Чимкент, родина авиакомпании SCAT, стал следующей локацией нашего проекта. Кроме наших постоянных партнеров, агентство Андрес и магазина Манго, нам помогла фотостудия Атмосфера. Мы провели мастер-класс и собрали фотографов. Местные фотографы во всех городах помогают нам добиваться большого разнообразия. В результате не менее 1 трети от всех публикуемых фотографий снимаются не Илью и Афанасием, а другими фотографами. Наступила зима и мы отправились на Медео и Чимбулак вместе с великолепной парой Ульяной и Владиком, участниками команды фотосафари KZ. Мне помогали участники моих мастер-классов фото-видеомастерство, и это позволило добиться еще большего количества разнообразных кадров. Мы поймали много ярких моментов. Таким образом, за 2016 год мы сняли 5 выпусков проекта. С 2016 года по 2020 я активно развивал свой бренд по репортажным съемкам для крупных организаций и по съемкам бизнес-портретов. А в 2020 году я захотел продолжить работу над проектом «Я покажу тебе свой город» и начал искать партнеров. Моя цель в этом проекте — создать возможность для путешествий и для заработка благодаря путешествиям. С командой фотосафари KZ мы успешно это практиковали в путешествии по природным памятникам, стирая белые пятна с карты Казахстана. Теперь же мне нужно было создать формат для больших творческих проектов в городской среде. В ходе экспедиции «Силкрот-караванинг. Туризм современных намадов», которая проходила в сентябре, я встретился с одним из руководителей визит-центра Туркестана — Кристиной Рей. Тогда я рассказал ей о проекте, она согласилась полностью поддержать меня. У нее были свои идеи относительно работы с молодежью Туркестана, и таким образом наши интересы совпали. Основным же партнером проекта стал Международный казахско-турецкий университет имени Хаджи Ахмета Исауи, который предоставил нам транспорт и помещение для проведения мастер-классов, и всячески нас поддерживал полностью в этом проекте. Здравствуйте, меня зовут Осипова Елена, и я участвовала в проекте «Покажи свой город Туркестан». Для меня был очень важный этот проект, так как я хотела научиться правильно фотографировать, помимо этого хотела научиться правильно позировать на фотографиях. Сам проект мне безумно понравился, потому что всю неделю у нас был такой активный образ жизни, можно сказать. Очень много мест мы посетили, особенно новые объекты. Мы заходили внутрь объекта, фотографировались там. Когда я получила первые фотографии с первой фотопрогулки, я была просто вау, потому что я не ожидала, что, оказывается, я умею так позировать. Плюс еще Зарина нас научила, перед этим показала, как, что, где, то есть какие позы должны быть правильные. Получается, я влилась, и я почувствовала вот этот вот кайф, наверное. Я хотела бы, чтобы такие подобные проекты проходили еще, потому что это очень развивает и мотивирует развиваться дальше, узнавать новое, чтобы жизнь была в кайф. Спасибо большое организаторам, вы вообще супер молодцы, что такое придумали. Четыре года назад, когда я во всех городах получал поддержку от местных фотостудий, это было очень-очень круто. Тогда со мной путешествовал мой замечательный товарищ Тинка Кретова, которая разрабатывала маршрут и писала все тексты. Также низкий поклон авиакомпании Скат, которая помогала нам с авиаперелетами, а также агентству Андрес, которая дала нам модели для съемок в Чимкенте и в Актау. Но то гостеприимство, которое было оказано в Туркестане, в этот раз невозможно ни с чем сравнить. Я очень благодарен всем партнерам и визит в Центру Туркестана, Международному университету имени Хаджи Ахмета Исауип за всю организацию. Именно благодаря им мы смогли снять так много кадров в течение двух съемочных дней. А самое главное, что именно благодаря работе партнеров на проект пришли так много молодых людей. И это превратило все наши идеи в яркий социальный проект. Меня зовут Мурат Айбек Бекбатырлы. Актау қаласынан болом. Негізінде, түпінде Акта Түркестан қаласын туымасымын. Осызам 11 ақты жыл бұрын Түркестан қаласынан С flickers undergradом ба! Все участники проекта получили сертификаты от партнеров. Лучшие работы были награждены денежными призами от наших партнеров строительных компаний. А я сам также бы делил лучшую картинку участников и наградил их сертификатами на свои обучающие курсы лучшим фотографом по мнению стала агжибек зейневова лучшим блогером осипова елена а лучшую моделью выступил дастан аренбеков минус мам гульжан серг козы мен жалпы не козы кентал каласын тумасы ман осыдан бурниши жылдар буран алстаж рақта жұмыштар садым тұркстан облысы болгана беру осында түлету мақсатында келдім жалпы бұл жоба визит центр индустрия болтың жоба түм жоба болып табылады өткені республика бойынша ешқандай жерде мұндай жоба әлікінге дейін өткен жоқ бұл жобаның негізгі мақсаты әсем қаламыз түркістан қаласын жаңадан облыс болып қосылған түркістан облысын жаңа қырынан жастардың креативті көз қарасымен бағаш республика көрсету болып табылады жалпы бұл жоба 19-шы қазанда басталып 24-шы қазан аралығында өтті жобаның барсында көптеген фото прогулка фото сервендер өттілді және де фото өнер сабағы жайында дәрістер берілді оған арнайы алматыдан келген қонақ Элеафа Насич фотограф өздерінің мастер-кластарын өткізді және де Зарина қаным қалай сүрекке түсу керек және де қандай модель болу керектігін көптеген сабақтар берді негізінде бұл жобаның жастарға берер пайдасы өте көп және де осы жоба арқылы түркістанды тек қана яғни жағы кесенеге толы қала емес сонда я қазыргы таңда жаңа ғымараттары бар өте әдем әсерлі ғымараттары бар екенін енді барша қазақстандықтар білетте байлаймыз Я очень признателен Зарине Загидуліна Мисс Азия Интернет 2020, которая выступила стилистам нашего проекта. Она смогла подготовить и проинструктировать всех ребят и по одежде, и по позированию. Именно благодаря тому, как все было подготовлено, мы могли снимать два дня практически без осынан Учитывая жесткие временные рамки и специфику Туркестана, мне пришлось далеко шагнуть из зоны моего комфорта. Также в этом проекте научился учитывать интересы различных групп людей и партнеров. Безусловно, у всех у нас были свои задачи в этом проекте, и мне, как главному фотографу, нужно было находить решения, которые в той или иной степени удовлетворяли всех Меня зовут Бегалиева Жанель. Участвовала в проекте «Покажи свой Туркестан». Отметила для себя очень много интересного. В будущем буду применять все полученные знания во время мастер-класса. Мне понравились все локации, которые мы открыли для себя. Также я познала исторический Туркестан с другого ракурса. Также очень интересно было узнать про месторождение Культубе, исторический центр. Также про мавзолику Джахмита ССВИ. Если из нового здания смотреть, то мне очень понравилась съемка перед Аббасом Акиматом, а также понравилась съемка на стадионе. Хотела бы выразить большую благодарность и признательность организаторам проекта и пожелать будущим удачи в дальнейших мероприятиях. Я очень рад тому, что именно в Туркестане, в обновляющейся духовной столице Казахстана, мы смогли снять «Я покажу тебе свой город». Вся неделя была наполнена интересными событиями. В первый день, в понедельник, мы провели серию мастер-классов для фотографов. Мы обсуждали композицию, свет и оборудование. Во вторник мы провели кастинг и сфотографировали всех людей, которые хотели стать моделями в нашем проекте. В среду мы пошли на улицы города и отсмотрели все локации, все исторические места и все новостройки и смогли выработать маршруты на два съемочных дня. За этот день мы прошли 20 километров и посетили практически все самые интересные локации. В четверг начались съемки. Это был самый сложный для меня день, потому что в этот день мы должны были снять основной материал. Было много моделей, было много фотографов, у нас был транспорт, мы перемещались из точки в точку. У нас было все расписано с точностью до минуты и мы смогли это сделать. Мы сняли этот материал. В пятницу мы собрались для того, чтобы обсудить полученные кадры и подумать, как мы могли сделать что-то лучше. В субботу состоялся второй съемочный день и мы отсняли все, что мы не успели снять в четверг. А в воскресенье мы уже собрались для того, чтобы наградить самых лучших, самых ответственных участников этого проекта. Селемен сіздермен, менің есімі Марат Анина. Мен өзіңнің қалаңды көрсет атты проектының қатысушы боламын. Негіз осы карантинге байланысты, осы проектыге қатысқан болатымын. Женеде оған қатысқаныма өте қуаныштымын. Себебі проекты өте қызықты. Оның имдастыршыларына үлкен алғыс білдіремін. Бізде бір апта өте көңілді өттіп, үйде қалып, үйде жатқаннан көрі осылайы сұртқа шығып, әрттүрлі фотосессия емдістырған маған қаттанады. Мысалға біз осы проектының арқасында Түркістан қаласында салынған жаңа ғимараттарға күре алдық. Женеде олардың алғашқы қонақтары болдық. Женеде осы проектының арқасында мен сұқұчының фотосарының орнына қалай фотоаны қызықты түсіруді үрине алдым. Женеде маған ең қаттынаған абект үл Түркістан арияна болып табылады. Себебі ол жанғады не женеде оның алғашқы қонағы болғанна қатты қуан шытымын. Женеде келесу жолы, достар мен берге бары бол жерде. Осында қызықтың фотоаларда түсіретмесе не бін. Теперь я познакомился с молодежи Түркістана, с преподавателями университета, с чиновниками и строителями. Я увидел Түркістан как растущий, развивающийся город с величайшей историей и с очень гостеприимными и доброжевательными хозяевами. Мы понимали, что теперь каждый год Түркістан будет преображаться и каждый год у нас будут новые возможности показать этот великолепный город особым образом. Менің үшімкент қаласында тулған болатын мұн, бірақтан осыдан, өзі 15 жылдан бері осы Түркістан қаласында тұрп келемін. Мен осы қалада қалғаныма өте қаты қуаныштымын. Мен Түркістан қаласын таңдаған себепін Түркістан қаласы өте қазір жақсы дамып келе жатыр. Түркістан қаласында көп теген заттар ашылып жатыр, осы уақыт қашиен болмаған заттар қазір-қазір пайда болып келе жатыр. Түркістан қаласы өте үлкен, әдемі, көркем қаласындықта мен Түркістан қаласы туралы барлық қалалардың білгенін қалаймын, барлық областардың білгенін қалаймын. Бұл жобаның басты мақсаты Түркістан қаласын таныстыру, әдемі жерлерін нелер бар екен барлығы мен таныстырып көрсету, бұл жобаға қатыс қаныма өте қатты қуанышты, мен себеп бұл жобада мен өзімде көрмеген, өзімде білмейтін заттарды біліп таныстым ол заттар мен, мен бұл жобада өте көп адамдар мен таныстым, өте бұл жоба бір аптадан беріп өтіп жатыр, бұ бір аптамаған өте қатты пайдалы болды, мен бұл аптада Зарина ханым арқасында қалай сүрткет сүйкен, қалай көрсету кереккен, қалай тұру кереккен барлығын өйрендім, Бізусловно, я, конечно, хотел бы поснимать и в других городах. Я очень рассчитываю, что меня поддержат мои московские партнеры. Есть договоренности с Санкт-Петербургом. Весной, как только будут сняты карантинные ограничения, мы сможем снять проект еще в нескольких городах. В будущем я хотел бы развивать проект «Я покажу тебе свой город». Я бы хотел, чтобы в проекте было больше движения, больше ярких эмоций. Для этого потребует серьезная подготовка. Так как теперь я знаю основные локации в городе, мы можем этого легко добиться. Вместе с этим я бы хотел снять небольшой документальный фильм про этот проект. В ходе всех мероприятий, начиная от встречи в аэропорту, на всех мастер-классах, на кастинге и заканчивая финальным награждением, у нас было очень много ярких эмоциональных моментов, которые было бы классно снять на видео. Я приглашаю к сотрудничеству партнеров. Проект «Я покажу тебе свой город» интересен очень многим организациям. Для вузов ваши студенты могут стать героями вашего города. Для туристических организаций повысится известность ваших локаций и сам город приобретет туристический воск. Для архитекторов и урбанистов вы можете отчитаться по вашим объектам и увидеть их глазами жителей и гостей вашего города. Для акиматов и мэрий вы можете отчитаться по программе благоустройства города и формировании имиджа гостеприимного города. Для строительных компаний вы получите уникальные фото и видеоматериалы для продвижения из социальных сетей. Я покажу тебе свой город – это социальный проект. После того, как мы отрабатываем, в городе появляется много молодых и ярких интересных людей, которые готовы работать гидами по своему городу. Теперь они знают свой город с новой стороны и готовы радушно встречать гостей. Давайте вместе покажем ваш город с его лучшей стороны. Напишите мне на WhatsApp, и мы вместе решим, когда и где мы сможем это сделать. Добро пожаловать в проект «Я покажу тебе свой город». Добро пожаловать в проект «Я покажу тебе свой город»! Добро пожаловать в проект «Я покажу тебе свой город»! Добро пожаловать в проект «Я покажу тебе свой город»! Добро пожаловать в проект «Я покажу тебе свой город»! Добро пожаловать в проект «Я покажу тебе свой город»! Добро пожаловать в проект «Я покажу тебе свой город»!